Здравствуйте, с вами канал Вкусный Огород Барнаул. Солнечный, хотя и прохладный весенний денек, 22 апреля. И сейчас буду сеять астры на рассаду. Приобрел вот такие астры, сапфировые бусы, смесь красок. У меня есть астры на участке многолетние, это тоже многолетник. Решил еще и такие добавить к уже имеющимся. Я думаю, лишними они не будут. Выращивать астры можно как и рассадным, так и безрассадным способом. Но поскольку сейчас есть свободное время, есть еще немного рассадного грунта в остатке, он уже не нужен. Решил вырастить астры именно через рассаду. Выращивать, как всегда, это делаю, буду самым упрощенным способом. Много мне их не нужно. Вот один стаканчик выделю для этого дела. Подписал его перманентным маркером, не смываемым, чтобы было все хорошо видно. Здесь астры, сапфировые бусы, 22 апреля. Все четко, чтобы было потом все понятно. Не буду делать никакой пикировки, никакой предварительной обработки семенам, тоже не запланировано. Поскольку посев будет загущенный, надеюсь, хоть какое-то количество всходов появится. Мне этого будет вполне достаточно. Вот столько семян оказалось в пакетике. Не так уж и мало. Бывает и меньше в пакетике, оказывается. Но что интересно, какие-то они разношерстные. Есть и темные, есть и светлые. Есть и такие покрупнее, есть помельче. Возможно, это потому, что смесь окрасок и даже семена здесь разные смешаны. Посмотрим. Что-то, я думаю, все равно должно вырасти. Рассадный грунт использую самый простой. Здесь огородная земля, компост и песок в равных пропорциях. Первым делом наполняю стаканчик грунтом. Заполняю его примерно на три четверти. Грунт немного уплотняю. Вот здесь на пакетике заблаговременно я сделал для памяти надписи 5-8 мм. На такую глубину сеет Астру на рассаду. Грунт у меня тяжелый. Можно сделать глубину даже поменьше. Миллиметрика 3. Я думаю, это будет нормально. Ну, от трех до пяти. Поскольку все это очень примерно. С учетом этого делаю в бороздку. И в бороздку аккуратненько, по возможности, стараюсь распределить все вот эти вот семена Астры. Конечно, это чрезвычайно загущенный посев. Но тем-то он и хорош, что если даже взойдет небольшое количество из этих семян, меня это вполне устроит. Бороздку заравниваю. Еще немного уплотняю грунт. Часть семян оказалась на поверхности. Ну, пускай будут. Ничего страшного. И в конце поливаю Астры из мини-лейки теплой, отстоянной водой. Это чрезвычайно упрощенный посев. Но результат обычно бывает неплохой. Затем, чтобы сохранить влажность грунта в стаканчике, размещаю его в полиэтиленовый пакет. Вот здесь рядом стоит еще другая рассада ожидает сходов. Часть уже взошла, вот уже на солнышке стоят. Там Вероника, Армерия, Платикодон всходит, Энотера. Так что всходы понемногу появляются. Затем ставлю стаканчик в огромное место и с нетерпением буду ожидать всходов. Надеюсь, Астры не подведут, зайдут нормально, будут расти и радовать всех на участке. Чем больше цветов, я думаю, тем лучше. Особенно, когда много места, как у меня сейчас образовалось. Многолетние цветы особенно ухода не требуют. Пусть растут. В конце пожелаю всем хорошей рассады, хороших урожаев. Всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова